здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня я хочу вам предложить связать со мной еще одни носочки эта тема меня конкретно затянула я с удовольствием их вижу прикупила еще пряжу так что в голове множество вариантов какие связать носочки эти носочки я вязала на размер 37 38 это бобинные пряжа здесь состав идет меринос альпака и синтетическая добавочка я вам обязательно напишу и название этой пряжи и состав и я только точно знаю что здесь по метражу 350 метров на 100 грамм на мои носочки у меня ушло всего-навсего хотите хотите верьте хотите нет 42 грамма вот вы представляете вот такая красота мягкая теплая до мягкой за счет мериноса теплой за счет добавления альпаки альпаки совершенно не колючие мне вот они нисколько не колется стирка я стирала сначала попробовала их вручную затем проносила там два дня и постирала в стиральной машинке стирала ни на каком не набережном режиме стирала на такой интенсивной стирке при температуре 60 градусов нет в размерах нисколько не изменились просто петельки вот который здесь в альпаке а я он пух выбился и петельки стали чуть поплотнее вот прям чуточку по поводу спиц я вязала спицами на два с половиной у меня вот такие спицы с нагибкой на гибком соединение вы можете использовать любые чулочные спицы пряжа у меня была в одном моточке я ее специально перемотала до до начала секции мне пришлось я наверное до клубочек отмотал немножко от начала чтобы вот именно мои носочки как я хотела они начинались вот с фиолетовый с фиолетового цвета чем нити эта пряжа понравилась тем что получается что одной секции хватило от начала работы до конца даже если вы будете вязать на размер побольше хватит а еще вот потому что вот я хочу показать от секции вот она оранжевая пряжа еще есть небольшое там несколько метров и только уже потом вот здесь этот как начинается фиолетовый то есть или на размер побольше можно вам хватит одной секции или чтобы пагалю паглинок было повыше я не люблю высокий поэтому я сделала такой вы можете вязать из любой носочной пряжи вот какая у вас попадается не попадется не обязательно и из такой пряжи главное я всегда считаю при вязании нас носочков надо чтобы пряжа содержала синтетическую основу потому что до чисто шерстяные носки это надо вязать и уже укреплять обязательно пяточки потому что пятки то есть их например надо вязать подваливать и укреплять пяточку чтобы подольше поносить а вот в носочной пряжи уже синтетическая основа кацам делает на носки не такие будут более долгими в эксплуатации вот кажется что нам с вами надо так что готовьте пряжу спицы и будем вязать приступаем к нашей работе я набираю на спицы 40 одну петлю 40 петелек для наборного края и одну петлю чтобы замкнуть свою работу в круг я набрала все петли распределила их на 2 спицы и сейчас нам надо работу замкнуть в круг для этого я первую последнюю петельку буду менять местами первую петельку я переношу на правую спицу и подхватывая последнюю вот таким образом меняем местами теперь ниточку просто немного надо подтянуть или теперь я начинаю вязать а свою резинку у меня резинка 2 на 2 то есть я буду чередовать 2 лицевые 2 изнаночные и таким образом я свяжу 10 рядов своей резинки вот у меня здесь 10 рядов а если вы хотите можете сделать резинку длинше все зависит от вашего желания я связала резинку и сейчас в следующем ряду надо равномерно прибавить нам петельки для выполнения уже узора каким образом я провязываю 2 лицевые 2 изнаночные следующие вот 2 лицевые нам надо с вами удвоить я провязываю первую петлю за переднюю стенку следующую за заднюю у нас получилось из одной петли 2 и точно так же и 2 изнаночных таким образом у нас из 8 петелек 1 2 3 4 из 8 петелек получилось 10 и так я равномерно прибавлю вот эти петельки я провязала ряд сейчас у меня на 5 на спицах 50 петелек и я уже приступаю к вывязывание нашего рисунка первый ряд вяжется также как и 5 они вяжутся одинаково первую петельку я снимаю и меняю местами со второй провязываю сначала вторую петельку и меняю 2 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных раппорт рисунка провязан полностью я повторю еще четыре раза раппорт рисунка следующий ряд у нас с вами будет изнаночный но при игрок при круговом вязание у нас он получается как бы четный ряд то есть все четные ряды мы вяжем так как смотрят наши петельки в моем случае это будет 2 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 3 ряд 3 ряд мы вяжем точно так же как и 1 единственного вот когда мы вяжем 2 петли здесь мы их перемещаем у нас она перемещение идет направо поэтому я первую петельку снимаю провязываю одну петлю лицевой и меняем местами 1 лицевая и точно так же мы вяжем 2 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных вот я хочу показать на как на другом носочки что у нас с вами идет вот на протяжении 6 рядов вот эти четыре лица 4 петельки мы вяжем лицевыми 2 изнаночных 2 изнаночных и посредине вот эти две петли мы снова им сначала их идет перемещение налево затем направо в третьем ряду и в пятом ряду опять налево все и на этом раппорт нашего рисунка это закончен следующие к цены 4 следующих 6 рядов мы вяжем точно так же единственно у нас с вами идет смещение рисунка но когда я дойду до 7 ряда я уже покажу более подробно связала 6 рядов раппорта и в седьмом ряду у нас с вами идет смещение нашего рисунка 3 лицевых 2 изнаночных перемещение петелек с наклоном влево 2 изнаночных 1 лицевая вот у нас с вами наш раппорт из 10 петелек и так я довяжу весь ряд до конца следующий изнаночный ряд как и по всему раппорту мы вяжем так как смотрят наши петельки 9 ряд 3 лицевые 2 изнаночные перемещение двух петелек с наклоном вправо 2 изнаночных 1 лицевая раппорт рисунка выполнен полностью следующий изнаночный четный ряд у нас будет с вами 10 мы вяжем как смотрят наши петельки 11 ряд мы вяжем как так же как и седьмой ряд и на этом раппорт нашего рисунка из 12 рядов выполнен полностью поэтому мы продолжаем вязать дальше на нужную нам с вами высоту нашего пагалинка я провязала от резинки 18 рядов то есть полтора раппорта мне этого достаточно я не хочу очень как-то длинные носочки и теперь перехожу на вязание пятки на пятку я буду вязать на двадцати четырех петельках распределила лила я следующим образом начиная с одной изнаночной 4 лицевых и то есть в конце тоже у меня получается 4 лицевых и одна изнаночная вот изнаночные в начале и в конце это будут кромочные я буду вязать уже без узора просто как вот идут эти петельки по рисунку а вот 4 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных у нас с вами получается такая пяточка пяточка первая петля меня в начале ряда изнаночные но я зато затем буду в конце в начале ряда снимать 1 изнаночная и я вижу 2 лицевых 2 изнаночных так я вижу как смотрят мои петельки я довязала до последней изнаночной петли работу поворачиваю и теперь первую кромочную снимаю и вижу также по рисунку в конце ряда последней петли у меня будет изнаночной и так я провяжу полностью высоту пятки сколько вязать высоту как правило я высота пятки у меня равна количество петелек которые на спицах для пятки минус 3 минус 3 то есть вот сейчас у меня 24 петли минус 3 значит мне надо провязать 21 ряд я всегда начинаю вязать пятку с изнаночного ряда вы можете вязать как вам удобнее к никто чаще всего начинать с лицевого ряда поэтому здесь большой роли не играет и высота пятки точно так же кто-то любит пятку повыше кто-то любит как это более укороченную все зависит от вашего желания но я буду вязать 21 ряд я связала пятку 20 рядов и последний двадцать первый ряд я провяжу полностью лицевыми петельками и сейчас я приступаю к вывязанной чашки пятки чтобы я буду вязать пятку подковы поэтому количество петелек надо разделить на 5 и то есть таким образом одну пятую мы будет у нас размещаться по центру нашей пяточки и по 2 5 по по бокам у меня не делится у меня 24 петли на равное количество у меня не делится поэтому я поступил следующим образом 6 петелек я оставлю по центру пяточки и по 9 петелек будет у меня по бокам я беру маркеры и отмечаю 1 2 3 4 8 8 вот это 9 петелька и с другой стороны 1 2 3 4 9 петелька тоже отмечаю маркером и шесть раз два три 4 5 6 это меня по центру 1 кромочную я петельку снимаю и вижу изнаночными петельками до 2 маркера я довязала до маркера у меня остается здесь одна петелька маркер я снимаю он мне уже не нужен и последнюю петельку центральной части я провязываю с первой петелькой боковой части 2 петли вместе изнаночной и еще одна изнаночной петли работу поворачиваем первую петельку я снимаю и вяжу лицевыми петельками до маркера у меня осталась одна петля маркер убираю и провязываю последнюю петельку центральной части с первой петелькой боковой 2 петли вместе лицевой еще одна лицевая петля работу поворачиваем первую петельку я снимаю ниточку то есть переношу и вижу изнаночными петельками центральную часть пяточки я довязываю до последней петельки центральной части вот дырочка которую нас с вами образовывается между центральной боковой частью служит как сигналом что нам нам надо эти петельки провязать вместе я провязываю 2 петли вместе изнаночной еще одна петля изнаночная работу поворачиваем первую петельку снимаем и вяжем до конца нашей центральной части точно так же я довязала до последней петельки вот у нас дырочка и мы провязываем последнюю петельку центральной части с первой петелькой боковой части две петли вместе лицевой еще одна лицевая работу поворачиваем первую петельку снимаем и продолжаем вязать таким образом мы с вами провяжем до тех пор пока у нас с вами будем вязать до тех пор пока у нас вами не закончится все петельки нашей боковой наших боковых частей я довязываю пяточку и так как у меня по бокам было нечетное количество петелек поэтому я здесь вот эти две последние петли провязываю вместе и работу поворачиваю и теперь уже по лицевой стороне провязываю последний ряд в конце лицевого ряда точно так же я провязываю 2 петли вместе лицевой и теперь начинаю набирать петельки по краю своей пяточки у нас с вами по краю пяточки за счет того что связано кромочные петли образовалась вот именно дорожка из-за того что мы с вами пас первую петельку снимали а последнюю провязывали изнаночной образовалась дорожки с кромочных петелек и мы с вами их вот защиту за обе дольки поднимаем 1 2 3 4 9 вот это десятая петелька и последнюю одиннадцатую петельку чтобы не было дырочки между пяткой и основным полотном вот у нас где вот эта петелька и вот дорожкой за из-за была где изнаночной петельки я просто за эту петельку подхватываю 11 петля теперь надо провязать по просто петельки которые идут по вот здесь по основной части здесь я уже буду вязать так как у меня смотрит то есть согласно своего рисунка у меня здесь получается вот так здесь у меня будет 2 изнаночных 2 изнаночных перемещение петелек с наклоном влево и уже дальше согласно своего рисунка я довяжу эти петельки до до конца вот этой спицы я довязываю 2 изнаночных петли и сейчас начинаю набирать петельки по другой стороне пяточки точно также мы начинаем первую петельку вот у нас с вами где изнаночная петля была аккуратненько вот эта петелька вот она эта петелька мы и уже начинаем в дорожку из кромочных петелек это 2 3 4 и таким образом мы наберем все 11 петелек следующий ряд мы провяжем полностью как смотрят наши петельки и уже в третьем ряду начнем вывязывать клин подъема я провязала два ряда и из третьего ряда начну вывязывать клин подъема стопы для этого когда мы с вами доходим до двух последних петелек которые проходят по боковой части нашей пяточки мы будем провязывать вместе вот у меня осталось две петли поэтому я их провязывать две вместе лицевой с наклоном вправо петли верхней части носка вот эти петельки мы вяжем по рисунку стопа у нас с вами будет вязаться просто лицевыми петельками я привязала петли верхней части и теперь дошла до петелек пятки теперь мне в начале надо будет провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево предварительная петельки переворачиваю чтобы они у меня не получились скрещенными и провязываю и продолжаю вязать петельки пятки у нас сейчас вами началом ряда будет служить центральная часть пяточки то есть вот где-то здесь поэтому я довязываю третий ряд четвертый ряд вижу по рисунку и без убавления затем в пятом ряду точно также буду делать убавление с двух сторон и убавление с двух сторон шестой ряд без убавления и по по рисунку таким образом у нас с вами нам с вами надо убавить петельки по пяточки для вывязывания клина подъема стопы до тех пор пока на спицы не останется 24 петли я вывязала клин подъема стопы сейчас у меня на спицах 50 петелек и теперь я буду вязать по кругу без прибавлений и убавлений до того места как начну вывязывать мысок я связал носочки до того места как начну вязать масс мысок мысок я буду вязать полностью лицевыми петельками и поэтому прежде чем начать убавлять мысочек я еще один ряд провяжу полностью лицевыми петельками у меня получается от резинки 60 рядов вы считаете по своей плотности но то есть надо померить и посмотреть что мысочек начинается вывязываться когда мы достигаем основание ногтя большого пальца у меня сейчас я начинаю вывязывать мысок у меня получается что на вот этой спицы 26 петелек на этой 24 петли я буду убавлять одновременно с двух сторон вот что получился такой ровненький мысочек в конце у меня останется на одной спицы 6 петелек на другой 8 8 петелек но я их сравняю я посчитаю вот по ступне здесь у меня 24 петли надо чтобы в конце у меня осталось 6 петелек то есть мне надо убрать убавить 18 петелек по 2 петли с двух сторон значит 9 убавлений как правило я убавление делаю следующим образом половину петельки я убавляю через один ряд и половину петельки управляя каждый ряд то есть у меня получается что я 5 убавлений сделаю через один ряд и четыре убавлений сделаю в каждом ряду делаем первое убавление первую петельку я провязываю следующие две петли чтобы они не получились скрещенными я я их переворачиваю и провязывать две петли вместе лицевой и вижу до конца спица когда у меня останется всего 3 я довязала у меня остается три петли я вторую и третью петельку от края вот край пиа спицы провязываю вместе лицевой 1 лицевая мы с вами сделали одно убавление убавление на одной спице работу как с переходим следующий спицы точно так же первую петельку провязываем лицевой следующие две петли меняем как переворачиваем провязываем 2 петли вместе и вяжем до конца нашей спицы у меня остается 3 петли я точно так же вторую третью провязываю вместе лицевой 1 лицевая в конце спицы мы сделали убавление по в первом ряду второй ряд мы вяжем без убавления опять в третьем мы будем делать убавление в четвертом без убавления и еще раз повторюсь таким образом 5 убавлений сделаем через один ряд и 4 убавления в каждом лицевом в каждом ряду сделала все убавления и у меня получается что на одной спице 6 петелек на другой 8 я сейчас на которой 6 петелек провяжу без убавления а где 8 я сделаю убавление с двух сторон сейчас у меня на двух спицах по на 6 петелек я обрезала ниточку в дело ее в иголку и сейчас буду сшивать свои петельки для этого мы с вами сначала закрепим петельку на одной спице и сверху вниз на второй спице и теперь уже непосредственно зашиваем продолжаем вот у нас наша петелька мы вводим сверху вниз в эту петельку и подхватываем следующую петельку снизу вверх теперь переходим к спице который у нас вот здесь на переднем плане как бы опять сверху вниз снизу вверх снимаем возвращаемся опять сверху вниз снизу вверх возвращаемся сверху вниз снизу вверх и таким образом будет вот у нас видите получается такой аккуратный шов опять сверху вниз снизу вверх снимаем сверху вниз снизу вверх все я зашила сейчас покажу вот что у нас с вами получается и остается только закрепить последнюю петельку вот таким образом мы с вами закрепляем выводим иголочку на изнаночную что стоит на изнаночной стороне здесь ее закреплю и все и нам останется только убрать наши хвостики чтобы убрать хвостик который у нас вот в начале при наборном крае образовался я пользуюсь следующим образом я в дело его в иголочку теперь вывожу иголочку на изнаночную сторону и вот у нас с вами дорожка которые образовалась за счет а вот из лицевых петелек она у нас когда мы вязали здесь изнаночной но здесь на изнаночной стороне она получилась лицевая и вот подхватывая за переднюю дольку я ввожу иголочку теперь следующую петельку точно так же и так аккуратненько можно я как правило сразу же подхватываю все петельки вот таким образом аккуратненько за переднюю стеночку мы я довожу иголочку все иголочку убираю вот смотрите совершенно незаметно где у нас спряталась наша ниточка я ниточку сразу не обрезаю вот когда постираю она немножечко это же шерсть у нас с вами она маленечко как бы подваляется и я уже аккуратненько обрежу остаточек ниточки все у меня носочек готов я его пойду стирать и уже покажу вам готовый результат я постирала свои носки в стиральной машинке вот они какие стали петельки выровнялись появился небольшой пушок очень мягкие очень теплые я своим носочками довольна полностью на вот вот